Эфир Хабар 24 продолжает выпуск новостей в студии Патокоса Ркулова. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Вдобавок – люксовые автомобили, драгоценные металлы, ювелирные изделия и наличные. И это не весь список. Как отметили в антигоре, уже установлены за рубежом и на стадии возврата. Недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму больше 360 миллиардов тенге. Конфискованные активы по поручению президента направят на строительство школ. Почти сотню контрактов расторгли с недропользователями. Полный список компаний опубликован на сайте Мининдустрии. Ведомстве провели ревизию и обнаружили казахстанские месторождения, которые не используются больше трех лет. Теперь их передадут новым инвесторам. Однако у компаний, не согласны с таким решением, есть право оскорить его в судебном порядке. Всего министерство направило около 1800 уведомлений о нарушении лицензионно-контрактных условий. МИД Казахстана прокомментировали, почему наша страна проголосовала против резолюции ООН о статусе Крыма. На брифинге об итогах работы ведомства его официальный представитель Абикс Мадияров разъяснил. Принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что вопрос о соблюдении прав человека в Крыму должен решаться в Совете по правам человека ООН. Он напомнил, что Казахстан придерживался аналогичной позиции по этой резолюции и раньше, с 2016 года. К слову, резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе, осуждающую действия России на территорию полуострова, приняли 15 декабря. Против нее проголосовали 14 стран, в том числе Россия и Казахстан. Наша страна выступает за мирное урегулирование конфликта в Украине в соответствии с уставом ООН. При этом мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины. Наша принципиальная позиция, данный вопрос, положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, должен рассматриваться в специальном органе ООН, а именно в Совете по правам человека ООН. Также на брифинге сообщили о том, что в уходящем году был расширен список безвизовых стран для казахстанцев до 80 государств. Заключены взаимные соглашения с Мальдивами, Андоррой, Никарагуа, Венесуэлой, Боливией и другими. Сейчас Казахстан имеет дипломатические связи со 186 государствами. Казахстан В целом, как заявил премьер, ситуация в экономике по-прежнему рисковая. Для ускорения роста экономики до 4% необходимо сфокусироваться на насыщении внутреннего рынка отечественными товарами и повышении инвестиционной привлекательности страны. Также не упускайте из виду бизнес и сокращение доли государства в экономике, отметил Алихан Смаилов. Продолжение следует... ...поставляться на внутренний рынок. Отслеживать этот процесс планируют при помощи мониторинга счетов фактур. Это взаимное обязательство. Государство помогает тебе финансово. Твои обязательства эту продукцию, прежде всего, где продать? На территории Республики Казахстан. Для кого? Для нас, потребителей. И, конечно, соответствующий объем производства, это будет на что влиять? Это будет влиять на продовольство инфляции. В Казахстане дефицит емкости овощехранилищ достиг полутора миллионов тонн, также рассказал Шакалеев. Чтобы в будущем избежать проблем в каждом городе с населением свыше 100 тысяч человек, необходимо строить как минимум по два овощехранилища. Предложение отражено в новом комплексном плане по финансированию помещений для хранения, которые разработал Минсельхоз. Для этого надо собрать заявки, кто потенциальный инвестор, в каких регионах, в каком овощехранилище, какая инфраструктура им необходима. После этого, как это все будет обобщено, это уже сейчас делается, будет подготовлена соответствующая бюджетная заявка на уточнение с предоставлением таких средств. В Ахтубе владельцы супермаркетов подписали меморандум. В течение месяца они обязуются не повышать цены на социально значимые продукты. Затем, как выполняют соглашения крупные магазины, следят мониторинговые группы. Они также проверяют, какова торговая наценка на продукты первой необходимости в магазинах у дома. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Уже несколько дней представители Акимата вместе с депутатами и общественниками обходят супермаркеты и магазины у дома. Проверяющие следят за тем, чтобы в преддверии Нового года цены на социально значимые продовольственные товары не завышали. Очередной обход начали с супермаркета и сразу же сделали замечание администрации. Замечание было только одно. По букву репчатому, он согласно подписанному меморандуму, руководством этой сети, должна быть цена 105 ген, но сейчас 120. После нашего обращения устного, они поменяли и через 10-15 минут, как они обещают, будет произведена переоценка. А по всем остальным наименованиям продуктов питания, у них везде стоит предельная цена, но это в рамках меморандума. А у покупателей вопросы возникли и по цене, и по качеству продукции. У моркови, выставленной на прилавке с пометкой «Социальный товар», оказался совсем не товарный вид. Вот это гнилёк, кто её будет покупать? Ещё такие цены сумасшедшие. Огурцы больше, чем ананасы стоят. Почему такие цены на наш казахстанский продукт и качества нет? Ну что это такое? Посмотрите, это я сейчас должна её половину выкинуть. Где все ценники ваши? На каждом цена стоит. Нет, подождите, на каждом. Вот тут не видно я. Вот тут. А это уже небольшой магазин рядом с многоэтажными домами. По словам представителей мониторинговой группы, именно в небольших точках чаще всего и выявляют нарушения. Нередко торговая надбавка на социально значимые продукты в таких магазинах превышает рекомендованные 15%. За неделю выявили 10 таких фактов. Нету ценники, есть такие цены, которые действительно превышают. И по актам, по мониторингу мы будем сдавать государственным органам ответственным. Они дальше будут лучше проверять, подтверждается факт или не подтверждается. Если подтверждается, допустим, они будут налагать административные меры. Если цены необоснованно завышены, то сначала предпринимателя предупреждают. В случае повторного нарушения штрафуют. Для небольших магазинов сумма штрафа составляет больше 30 тысяч тенге. Для представителей крупного бизнеса около миллиона тенге. Наталья Салькова, Айнадин Балдобеков, Октубе, Хабар24. Еще о ценах, правда, у соседей. Салат Оливье в России подорожал на 8,5%. Подсчитали в Росстате. Ведомство на протяжении 13 лет в конце года публикует так называемый индекс Оливье. Его ввели по аналогии с американским индексом Биг Мака. И это неофициальный способ измерения инфляции. Оливье в этом году россиянам обойдется на 8,5% дороже, чем в прошлом. Росстат традиционно рассчитал стоимость 2 кг новогоднего салата, основываясь на ноябрьских ценах. Зеленый горошек и соленые огурцы подорожали на 18%, майонез на 14%, колбаса на 7%. Спас ситуацию картофель, он подешевел на треть. Немного упали в цене яйца и овощи. В индекс Оливье все-таки входит продукция, скажем так, бюджетного или эконом-класса. Все-таки это относительно недорогие продукты. И, конечно, продуктовая инфляция, она гораздо более широкое понятие. Чему его считают? На самом деле по наиболее низким продуктам инфляционное воздействие, оно более чувствительно для людей. Потому что мы понимаем, что наименее обеспеченная часть российского общества потребляет наиболее недорогие продукты. В частности, морковку, картошку, яйца. Ежегодно Росстат считает стоимость и другого популярного новогоднего салата – сельди под шубой. В этот раз она обойдется на 5,5% дороже, потому что главный ингредиент – рыба – подорожала на 18%. А вот еще один показатель роста цен в России – индекс борщевого набора уменьшился на 50%. Экономисты говорят, это из-за хороших урожаев. В среднем, согласно соцопросу, россияне готовы потратить на застолье у елки около 3 тысяч рублей в пересчете на одного человека. Сколько вы планируете потратить на новогодний сал? Не больше 10 тысяч. Это на сколько человек? На двоих. Ну, как обычно, тысяч 30. Мы обычно делим с семьей кто что готовит, поэтому, ну, около двух, может быть. Ну, я один живу, мой стол стоит 5 тысяч, а еду к маме, там 15. В районе трех тысяч. В 2022 году инфляция в России разгонялась до 18%, максимума за последние 20 лет. Но после пиковых значений весны ситуация резко изменилась. Летом Росстат фиксировал дефляцию, то есть цены на большинство товаров снижались. По прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 12-13%. В России за последнюю неделю выявили миллион 800 тысяч случаев гриппа, заявили в Минздраве. При этом более 120 тысяч пациентов болеют коронавирусом в острой фазе. В стране продолжает расти заболеваемость вирусными инфекциями. Ранее эпидемиологи предупреждали о серьезных осложнениях свиного гриппа. В частности, он может спровоцировать воспаление сердечной мышцы. В Роспотребнадзоре отметили, что разновидность гриппа H1N1 стала крайне заразной. Пик заболеваемости в России прогнозируют на новогодние праздники. Еще о событиях в мире. Более 5 тысяч авиарейсов отменили в США за последние два дня из-за непогоды. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах. Только в западном Нью-Йорке жертвами снежных бурь стали 28 человек. В целом по стране из-за инцидентов, связанных с погодой, погибли 60 граждан. Некоторые из них найдены замерзшими в собственных автомобилях и в сугробах снаружи. 100 военных полицейских, а также дополнительные силы из департамента полиции штата Нью-Йорк будут задействованы для управления дорожным движением, потому что слишком много людей игнорируют запреты властей на передвижение. Не бывало снегопад, зафиксированный в Канаде. Преимущественно от непогоды страдают восточные регионы страны. Более миллиона потребителей остались без электричества. Снегопады начались еще в минувшую пятницу и привели к транспортному коллапсу. А это Иордания, древний город Петра, на который ранее сильные дожди обрушились. Это вызвало наводнения в регионе. Вода затопила ущелье на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Я поговорю о нас. Штормовое предупреждение объявили синоптики сразу в 10 регионах Казахстана. Снег, метель и гололед осложны движения на трассах Вакмолинской, Восточно-Казахстанской, Североказахстанской, Западно-Казахстанской областях и области Абай. На юге Пастанайской области, по прогнозам Казгидромета, туман. Он же окутает и южные регионы Казлардинскую область, Туркестанскую и город Шымкент. В Мангастаусском регионе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах будет гололед и снижение видимости. И об экономических итогах года в Казахстане. В частности, о новых проектах, объемы производства которых превысили полтора триллиона тенге. Особняком стоит работа по релокации крупных иностранных компаний. Правительство проработало 62 заявки, 21 компания уже релацирована. Документы по 13 на стадии проработки. Еще по 28 идут активные переговоры. В их числе крупнейшие проекты по производству газоанализаторов «Атерау» и шкафов управления «Валматы». Здесь были привлечены американские инвестиции. В планах открыть производство счетчиков и электроприборов. Благодаря совместным инвестициям России и США удалось локализовать производство мотоциклов тяжелого класса в Петропавловске. Другим темам пресечена деятельность транснациональной преступной группы интернет-мошенников, которая грабила казахстанцев, находясь за пределами страны. Об этом сообщил министр внутренних дел. По словам Марата Ахмеджанова, это была совместная операция казахстанских и украинских силовиков. Точное число пострадавших до сих пор устанавливается. Предварительная сумма ущерба – 18 миллиардов тенге. На территории Украины был ликвидирован подпольный цех, где в три смены трудились более 40 операторов. Представляясь сотрудниками банков и полиции нашей страны, интернет-мошенники обманным путем получали персональные данные граждан, что позволяло снимать деньги с карточных и других счетов. Отмечу, в Казахстане из всех преступлений по статьям «Мошенничество» 30% приходится именно на интернет-аферы. Заблокированы были 5,5 миллионов телефонных звонков, которые должны были дойти до наших граждан с мошенническими предложениями. В настоящее время устанавливаются сообщники, которые находились на территории Казахстана, которые занимались дропперами. То есть дропперы – это те, через которые перечислялись им средства, потому что надо было оформлять на них эти счета, а потом он перечислял эти суммы дальше. В Шымкенте около 250 предпринимателей оштрафовали за уклонение от уплаты налогов. Их заподозрили в том, что платежи по сделкам они специально вносили по частям, чтобы обойтись без счетов фактур. Но в Палате предпринимателей действия налоговиков считают необоснованными. По мнению экспертов, бизнесмены работали в рамках закона. Некоторым уже удалось доказать свою правоту в суде. Мы направили письмо уполномоченному по защите прав предпринимателей Рустаму Журцунову, чтобы он оказал нам содействие по этому вопросу. Помимо этого, по всем жалобам предпринимателей направили заявление в прокуратуру. Крагандинской области наградили полицейского из Бухаржираусского района. Медаль Медету Аскарову вручил глава МВД. Ранее про инспектора патрульной полиции, на счету которого 9 спасенных жизней, мы рассказывали в нашем эфире. Напомню, он вынес из горящего дома пятерых детей. Спас тонувших жителей поселка Батакара. Еще двух мужчин Медет обнаружил заблокированными в перевернувшемся автомобиле. Примечательно, что все свои подвиги полицейский совершил во внеслужебное время. Я не считаю себя героем. Я служу в органах внутренних дел. Это наша задача защищать граждан. И вообще, я думаю, что помогать другому должен каждый из нас. Ну а полицейский тем более. Факты незаконной вырубки хвойных деревьев выявили в Костанайской области. Перед новогодними праздниками полицейские проводят рейды в лесных массивах и вдоль автотрасс. Двух мужчин застали с поличным. Они срубили молодые сосны, чтобы установить их дома. Материалы административных дел переданы в суд. Полицейские также проверяют продавцов пиротехники. Некоторые из них продавали не сертифицированную или просроченную продукцию. Продавцы данной пиротехнической продукции привлечены по статье 196 незаконной торговли. Ответственность по этой статье предусмотрена в размере 25 месячных расчетных показателей. Это около 77 тысяч тенге. В Караганде прошли зимние горно-спортивные соревнования. Покорение вершин на скорости любителей активного отдыха традиционно состязаются под Новый год. На этот раз количество участников превысило 100 человек. Самому старшему 70 лет, самому младшему всего 5. Место проведения забега выбраны Сараны. Это самые близко расположенные к областному центру горный оазис. Максимальная высота здесь 727 метров над уровнем моря. Но бег по глубокому снегу, еще и по склону, серьезные испытания. Карагандинские альпинисты в свое время были сильнейшие. Не то что в Республике, даже в Союзе. Это в Натюсовке тренировался. Так что Караганде идеальные условия для занятий альпинизмом. Хоть город степной. У Алматы продолжаются соревнования в рамках чемпионата мира по шахматам. Стали известны результаты поединка в женской и мужской категориях. У женщин золотую медаль выиграла гроссмейстер из Китая Танжон И. Наша соотечественница Динара Садвакасова завоевала серебро. Бронзу у шахматистки из Индии. Жансея Абдумалик на турнире замыкает пятерку лидеров. Среди мужчин лучшим стал норвежец Магнус Карлсон. В его активе 8 побед. Четыре раза спортсмен сыграл в ничью и только один раз потерпел поражение. Еще у двух шахматистов равное количество очков. Если для американца Фабиана Коруна результат поединка был вполне ожидаемым. Бронзовая медаль. То для 18-летнего Инсента Кеймера из Германии серебряная медаль несомненно успех. Первая в Корее персональная выставка казахстанского фотохудожника Наталия Корпушенко проходит в Сеуле. Она содержит около 200 работ и состоит из нескольких тематических зон. Автор обращает внимание на экологические проблемы, защиту животных и борьбу с загрязнением мирового океана. Особое место на выставке занимают фотографии китов. Выставка дала возможность задуматься о климатическом кризисе, но это было выражено очень красиво. Поэтому я под большим впечатлением. Фото навели на мысль о том, что сейчас в нашем мире есть те, кто нуждается в нашей помощи. Это женщины и животные. То есть те, которым необходима помощь. Или задуматься об их правах. Из завершения выпуска на центральной площади Таймс-сквер в Нью-Йорке установили традиционный сверкающий шар. В праздничную ночь он спускается, отсчитывая минуту до наступления Нового года. Дизайн шара каждый раз меняется. В этом году он выполнен из кустоля и имеет символичное название – дар любви. Элементы, переплетающиеся сердца, символизируют прошедшие два года пандемии и ограничений. Таймс-сквер – излюбленное место встречи в новогоднюю ночь. Эпицентр празднований в Соединенных Штатах. Его ежегодно посещают около миллиона человек. Еще несколько миллионов следят за спуском гигантского шара онлайн. К этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин